Когнитивные искажения это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Часто для принятия решения ему не хватает информации, и для заполнения белых пятен мозг анализирует контекст. Контекст – сопутствующие и связанные друг с другом события. Благодаря ему мы можем видеть события не сами по себе, а сравнивая с другими. И это полезное свойство, если бы мозг не был настолько ленив. Представьте, что вчера вы купили новый телефон, и сравнивая его со старым телефоном, вы радовались новой покупке. Но сегодня в соцсетях появилась реклама новой модели, она чуть дороже и чуть лучше. В таком контексте ваша покупка не выглядит настолько удачной. А завтра вы расстроитесь еще сильнее. Ведь друг расскажет о том, что все вокруг хвастаются не крутыми телефонами, а фитнес-браслетами. Вы попали в ловушку необъективной оценки. Иногда ваш мозг сам находит неправильный контекст. Но бывает так, что когнитивное искажение создается специально. Если снять видеоролик об итогах года и наполнить его кадрами солнечных дней, жители города в яркой одежде, улыбающимися лицами, то большинство зрителей воспримет год как удачный. Их мозг в первую очередь проанализирует впечатления. И только некоторые смогут заставить себя переключиться на цифры и реальные данные. Этот же прием используют режиссеры фильмов, ставя тревожную музыку фоном к спокойным кадрам. Зритель не знает, чему верить – картинке или звуку. Но в кино необъективная оценка всего лишь один из художественных приемов. Как же потребителю медиа отделить новость от контекста? Чтобы отделить новость от контекста, надо произвести простую достаточно процедуру. Нужно отделить значение новости от ее значимости. Например, когда вы купили телефон, ситуация, описанная в ролике, и сравниваете его со старым телефоном, а потом вам друг рассказывает про то, что все теперь хвастаются новыми гаджетами, вот этими браслетами. Это меняет не смысл того, что вы купили телефон. Вы же его действительно купили. Это меняет значимость этого события. То есть изменяется ваша оценка важности того, что вы купили телефон. Раньше вам событие казалось важнее, теперь оно оценивается иначе. И это связано с автоматической работой мышления. Оно всегда высчитывает значение каких-то событий, слов, ситуаций в том или ином контексте. И происходит это совершенно естественным образом. Собственно, в этом главная проблема. Когда вам сообщают что-либо, вы автоматически сопоставляете это с известным вам контекстом. И когда в новости вы вдруг решите выяснить, что из этого контекст, а что, собственно, смысл самого сообщения, достаточно задать себе простой вопрос. Во-первых, какова значимость этого события? Во-вторых, почему вы так думаете? И тогда автоматически вы отделите смысл самого события от того значения, то есть важности, которую ему придаете. От каких-то своих оценок этого события. И дальше вы уже можете разбираться в своей аргументации, почему вы так решили. Ну, например, вы можете решить, что новость о заболевании чумой в Монголии очень важна, потому что... Почему? Потому что все новости последних нескольких месяцев полны эпидемии ковида, заболеваний и смертности, потому что мы, как уверяют СМИ, живем в ситуации глобальной пандемии. И поэтому, конечно, ваше мышление, ваш разум теперь будет иначе оценивать ситуацию с заболевшими чумой в Монголии, чем если бы эта новость просочилась в наше инфопространство чуть раньше, до всех вот этих вот глобальных пандемий. Таким образом, вы просто задаете себе вопрос, как я оцениваю важность этой новости. И отвечая на вопрос, как, стараетесь рационально найти те аргументы, которые используете, и понять их источники, откуда они взялись. Продолжение следует...